Привет, ребята! Сегодня я расскажу вам о третьем занятии курса Кавказского математического центра «Что нужно знать про школьную алгебру?». Тема третьего занятия – «Свойства функций». И мы с вами изучим эти свойства и научимся применять их при решении уравнений и неравенств. Давайте рассмотрим такую задачу. Данное уравнение – корень из х-1 в квадрате на х-4 в квадрате в одной стороне и модуль из х-1 умножить на корень 16-х в квадрате с другой стороны. Конечно, это неравенство, это уравнение можно решить стандартным школьным методом возвести в квадрат обе части и каким-то образом преобразовать. Этот способ имеет право на существование, но мы сначала изучим, что же за части содержит это уравнение. Посмотрим сюда. Подкоренное выражение должно быть неотрицательно. Запишем это в виде неравенства. Х-1 в квадрате на х-4 должно быть больше или равно нуля. С такими неравенствами мы познакомились на первых двух занятиях и уже умеем их решать. Для этого изобразим прямую. Напрямую нанесем нули множителей, входящих в это неравенство. Два числа, единица и четверка. Обе точки закрашенные, потому что неравенство не строгое и не содержит знаменателя. Множитель х-1 входит в это неравенство в четной степени, поэтому над единичкой поставим галочку и расставим знаки. Начинаю с плюса. Плюс, минус, минус. Потому что при переходе через галочку знак сохраняется. Теперь выпишем другое подкоренное выражение. Это подкоренное выражение 16 минус х в квадрате. Оно также должно быть неотрицательно. Больше или равно нуля. Прежде чем начать решать это неравенство, умножим обе части неравенства на минус единицу, чтобы коэффициент при х-квадрат был положителен. Мы с вами это обсуждали. Получим х в квадрате минус 16 меньше или равно нуля. А далее применим формулу разности квадратов. Х-4 умножить на х плюс 4 меньше или равно нуля. Это мы тоже умеем решать. Изобразим нули в левой части напрямую. Это точка минус 4 и точка 4. Обе точки закрашены, поскольку неравенство не строгое, как и в первом случае. И расставим знаки плюс, минус, плюс. Никаких галочек здесь нет, поэтому знаки просто чередуются. Обратим внимание, что в первом неравенстве мы должны были выбрать ту часть прямой, на которой стоят плюсики. Не забываем про закрашенную точку 1. И во втором, во второй части неравенства также необходимо выбрать ту часть, которая соответствует знаку неравенства. В нашем случае меньше или равно, это там, где минус. Поскольку оба радикала должны существовать одновременно, обязательно нужно найти общие точки у двух решений. Наглядно, конечно, можно изобразить эти прямые одну под другой на листе бумаги, но мы здесь проведем анализ таким образом. Единица, которая стоит отдельным, изолированным корнем, на первой прямой попадает на интервал от минус 4 до 4, и поэтому войдет в ответ. А далее у нас кусочек от 1 до 4 в неравенство, которое решено снизу, не входит, а вот точка 4 входит. А дальше точки 4 нет общих точек у этих двух неравенств. Итак, мы получили, что нашим условием удовлетворяют всего две точки, 1 и 4. То есть на самом деле корнями уравнения могут быть только эти два числа. Они так называемые подозрительные числа. Простой проверкой можно убедиться, что каждый из этих чисел является решением уравнения. Давайте проверим. Подставим 1 в эту часть. Первый множитель обратится в 0, второй превратится в минус 3. 0 умножить на минус 3 – 0, и значит здесь под корнем стоит 0. Это вся часть уравнения равна 0. Подставим 1 сюда. Модуль превращается в 0. Под корнем получается 15. 0 умножить на корень из 15 – тоже 0. Итак, обе части уравнения при х, равном 1, превращаются в 0. И значит, получается верное равенство х, равное 0 – корень уравнения. Теперь подставим 4. В этом случае второй множитель здесь обращается в 0, и, следовательно, весь корень равен 0. А здесь под корнем получается 0 умножить на модуль тройки, то есть на 3. Эта часть уравнения тоже равна 0. Таким образом, снова обе части равны 0, получили верное равенство, и значит, четверка тоже входит в ответ. Других корней быть не может, потому что только эти два числа образуют множество чисел, при которых наше уравнение существует. И поэтому мы после проверки можем записать ответ. Это два числа – 1 и 4. Решать задачи, подобные этой, а также обосновывать тот метод, которым мы воспользовались при решении, мы научимся на третьем занятии нашего курса «Свойства функций». До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok